Но сегодня мы с вами заканчиваем разговор о великих учителях современности. Следует сказать, что Штеробинда теоретический и практический аспект эволюции земного человечества и мир в человеке в эволюционном процессе блестяще изложила. Мы с вами имеем возможность сегодня, имея то, что он нам оставил в этой части, свободно-свободно ориентироваться к своей работе именно благодаря его удивительному открытию. Матис от Прэм достаточно детально разработали вопрос эволюционной трансформации человека на телесном уровне. Безусловно, весь спектр телесных переживаний, ну и психологические в частности, которые они испытали в собственном опыте продвижения по пути сознательной эволюции, нам сегодня очень-очень помогает. А вот то, что касается Джиду Кришнаму, о котором мы сегодня будем с вами говорить, так это человек, который, на мой взгляд, сформулировал удивительную психологию. Не сформулировал, а дал нам именно краткий вариант, удивительно лаконичный вариант психологии целостного человека, во что-то собой представляет человек. Вот это удивительное явление само по себе Джиду Кришнаму и то, что он, на мой взгляд, сделал действительно потрясающее в части открытия того, что наша с вами главная беда, самая главная беда, это выпадение нашего активного сознания из реального времени, отпадение его от Бога. Для меня это послужило в практической работе, касаемо разработки ретивистской концепции психической деятельности, таким очень важным моментом. Я где-то интуитивно ощущал в жизни, что именно выпадение из реального времени делает нас беспомощными людьми, абсолютно беспомощными. То есть, вот только перестаём пребывать в реальности, а наш ум – это такой инструмент, который в реальности бывать не может, он постоянно либо в прошлом, либо в будущем. Так вот, вся проблема действительно состоит в том, чтобы успокоить ум и вернуться в реальность, вернуться в реальное время, и начать мыслить уже не категориями ума, не логическими категориями, а озарениями. Открытиями в каждый текущий момент времени, в каждое текущее мгновение. Вот в этом Кришнамуте, конечно, совершенно гениально мне помог, в частности. Несомненно, он является одним из ярких представителей этой звёздной периоды практикофункционистов современности 20-го столетия, таких как Штирабинда, Мать Сатрем, Романа Махарши. Те, кто действительно сумели, сумели радикально трансформировать собственное индивидуальное сознание и полностью интегрировав его во Вселенское сознание, дали нам откровение по всем вопросам, по всем вопросам, которые касаются эволюции человека и человечества. Краткая биография Джеда Кришнамутти. Кратко с вами рассмотрим его жизненный путь. Есть замечательная книга, которая называется «Жизнь и смерть Джеду Кришнамутти». Если кто её читал, это удивительная книга, небольшая, тоненькая, «Жизнь и смерть Джеду Кришнамутти». Смерть имеется в виду не смерть физического тела, а смерть для прошлого, как он говорил. Если кто-то хочет поподробнее познакомиться с его жизнью, вот именно эта книга, она очень просто написана, удивительно, точно отражает все моменты, ключевые моменты его жизни. Родился он в Индии в 1896 году, недалеко от Мадраса, в брахманской семье. Ребёнком он был восьмым по счёту, семья была многодетная, и своё имя он получил, безусловно, честь Бога Кришны. Мать его рано умерла, и вся забота о многодетной семье легли на плечи отца, который переехал в город Адьяр, где была в то время штаб-квартира Теосовского общества. Теосовского общества, и устроился он туда работать, работать помощником секретаря Теосовского общества, а тогдашний руководитель этого общества, Аня Бизанта и Литбитер, давно-давно мешкали мальчика для высокой миссии, для высокой миссии, как они считали, стать проводником мирового учителя, пришествия которого Теосов ожидали со дня на день. Им нужно было, прямо сказать, физическое тело, в которое вселился бы учитель. Вот так они прямо заявляли. И в выборах пал на 14-летнего мальчика Кришну. Мальчик был с детства очень медитативен, и даже, вот, видевшие его, считали, что он умственно неполноцениванный. Он как-то был очень странным, всё время молчал, слушал с полуоткрытым ртом, но считали, что у него есть степень ненормальности психически. Хотя, на самом деле, он действительно был воплощением такого юного богоискателя, который, как он говорил сам про себя, что с детства он, по сути, не имел в голове мыслей. То есть, у него сознание было достаточно ровным с ранних детских лет. Воспитанием и образованием будущего миссии, которые они выбрали, Аня Бизант сама руководила, и для получения светского образования мальчика привезли в Англию. Привезли в Англию. Но, помимо всего прочего, его использовали в качестве медиума, для того, чтобы он своим сознанием медитативно поднимался высоко над головою, и там ловил или принимал указания свыше учителей и посредников. То есть, мальчика калечили медитациями кверху, и он буквально, не помня ничего, наговаривал целые тексты, целые послания. То есть, чисто использовали для медиумических целей. И безусловно, это в дальнейшем сказалось на всей его последующей жизни, на здоровье, потому что он буквально испытывал сильнейшие эпилептические приступы и припадки, когда огромный, накопленный над макушкой головы энергетический потенциал разряжал своего тела. Последствия этих восходящих медитаций сказывались в течение всей жизни. С целью подготовки человечества к явлению мирового учителя был учреждён Орден Звезды, так назвали организацию, главой которой стал 17-летний юноша Кришна. Теософы изо всех сил старались научить юного Кришну играть роль мирового учителя. Надо было эту роль играть. Однако он неустанно продолжал поиск истины и понимал, что только его собственный духовный опыт поможет ему найти её. Он взрослее это прекрасно понимал. И стал постепенно, постепенно с возрастом взрослее отходить от теософского общества. И в 1929 году, в возрасте 33-х лет, а такой критический, достаточный возраст, возраст, когда наступает период такого внутреннего бунта против всяких, так сказать, сдавливающих или связывающих пут условностей жизненных, он окончательно решает, а возревало это постепенно у неё решение, порвать с обществом теософским и в одиночку продолжать поиск истины. На последнем заседании глава Отдина Звезды, а именно он и являлся этой головой Отдина Звезды, сказал, «Веру невозможно организовать, она глубоко индивидуальна. Вы можете продолжать создавать новые организации, ожидать прихода кого-нибудь ещё, но ни новые клетки, ни новые декорации к ним меня не интересуют. Единственное, чем я озабочен, это как добиться освобождения человека полностью и безусловно». Вспомните слова Штре-Арабина, которые скажут, «Я не намерен создавать никаких новых религий, никаких организаций, я просто хочу расчистить завалы в человеческом сознании, такие многовековые, которые мешают человеку обрести истину». Вот у них очень сходно и сходно были вот эти внутренние посылки к дальнейшей работе, освободившись от всяких пут обусловленности. И с тех пор главным делом его жизни стали публичные выступления и беседы. Именно они стали основной формой работы Кришнаму, как широкой аудитории, так и с отдельными людьми, искателями истины. И в числе его слушателей, в числе его слушателей и собеседников были писатели, артисты, художники, учёные с мировым именем, государственные деятельности и, безусловно, простые люди, простые люди, стремящиеся обрести истину. И для каждой аудитории, для каждого конкретного собеседника он находил свой неповторимый способ общения. Следует сказать, что в числе его слушателей и собеседников была Индиара Ганди, премьер-министр Индии, лауреат Нобелевской премии, Дэвид Бом, известный учёный-физик. Книга есть такая о самом важном, если вы знакомы с трудами Кришнаму, с его беседами, не с трудами, скорее, сказать, это запись его беседы. Так вот, беседа с Дэвидом Бомом представлена в книге о самом важном, очень интересной цитиле беседы касаемо проблем мировоззренческих, касаемо проблем вселенских, касаемо, собственно, человека. Очень любопытны его беседы. И где бы он ни был, в какой бы стране он ни находился со своими беседами, всюду его принимали в качестве духовного учителя. В Швейцарии, в США, в Англии и в Индии он участвовал в ежегодных циклах бесед. Сам он категорически, категорически возражал против создания организации людей, так называемых последователей, был абсолютно прав, которые эксплуатируют его имя в качестве духовного знамени. Вот пытаются как бы от его имени создавать какие-то организации. И после ухода кришнамотки из жизни остались его дневники, остались записи бесед со слушателем, остались его немногие книги. Писал он сам немного. Я долго бунтовал против всего, против чужого авторитета, против чужих советов, против чужих из вторых рук знаний. Я отказывался считать что-либо истинно до тех пор, пока не нашёл истину сам. Я никогда не оспаривал чужих идей, но всегда отказывался признать чей-либо авторитет и принимать чью-либо жизненную позицию. Пока я не достиг той фазы бунта, когда ничего уже не могло удовлетворить меня, никакой кредо, никакая догма, никакая вера, до тех пор я не способен был найти истину. То есть, по сути, это слова человека, который отказывался верить всему на слово. То есть, отказывался принимать на веру всё, чтобы действительно не впасть в заблуждение, и не впасть, так сказать, в ошибку, а открыть это или открыть истину. Пусть слова были правильные, но он их на веру не принял. Открыть истину в самом себе, то есть убедиться внутренне, что это действительно так. Суть учения Кришнамутия, это он говорит о себе. Вообще он всегда говорил о себе в третьем лице. И вот суть учения Кришнамутия, это его слова, состоит в утверждении, который он сделал в 1929 году, заявив, что истина – это страна без дорог. Человек не может прийти к ней через организацию, то есть коллективное постижение истины невозможно, через убеждение, вообще мы можем с вами быть убеждены в чём угодно, через догму церковную или ритуальную, через философское знание или психологический метод. Всё это ложно. Он должен найти её истину через зеркало взаимоотношений, через понимание и содержание собственного ума, через наблюдение, а не интеллектуальный анализ или самоанализ. То есть он говорит о том, что наш инструмент, который мы называем умом, в нём мы можем открыть эту истину только тогда, когда ум успокоится, когда он будет свободен от всяких домов, от предвзятости, от теории, от философии. Вот спокойный, спокойный, неангажированный ум и является источником истинного знания. Вот это самое главное, самое важное, которое мы должны с вами вынести из вот этих его слов. Он предельно просто сказал, вот эта предельная простота сказанного настораживает, и в конце концов она может отпугнуть каждого всякого искателя истинного интеллектуала, чей мозг напичкан всякого рода догмами святыми, крупными мелкими истинами, засудочными штампами, которые люди подчеркнули из источников, из каких-то, так сказать, со слов авторитетов. И есть люди, которые по любому поводу, на любой внешний или внутренний раздражитель, большей частью, так сказать, бессознательно, извлекают из памяти то, что у них заложено, и считают, что это есть их продукт, продукт их внутренней истинной сути, то есть непререкаемость авторитетов, непререкаемость догм, заложенных в их сознание, стереотипное сознание, в общем-то это довольно серьезные препятствия для того, чтобы открыть истину. Человек действительно никогда не воспринимает мир таким, каков он есть на самом деле. Всегда между реальностью, между реальным миром и ее восприятием находится посредник, а посредник – это наша память. То, что в нее заложено. И чтобы мы не видели, чтобы мы не слышали с вами, чтобы мы не осязали, не обоняли, мы всегда пропускаем это через физму памяти и даем стандартный какой-то, так сказать, отклик и ответ. То есть никогда мы в чистом виде не воспринимаем реальность такой, какая она есть. Мы всегда ее анализируем, где-то пропуская через наш ум. Бывает это быстро, по сути, автоматически, но отклик всегда, так сказать, приходит из нашего ума, из нашей памяти. И действительно, в течение длительного времени, если мы с вами будем наблюдать за работой нашего ума, за работой нашего сознания, то мы прямо обнаружим, что все происходящее вокруг нас, так и внутри нас находит в нашей памяти отклик. То есть все мы ментализируем, что бы мы ни увидели, ни услышали, так сказать, мы всегда включаем наш ум, проводим там какой-то анализ и выдаем ответную реакцию. Вот так устроим человек. Все без исключения подвергается анализу. Этот факт действительно очевиден, и по-другому мы с вами не можем представить восприятие, восприятие внутреннего и внешнего мира. Отчего же зависит наше восприятие реальности? Почему мы так ее воспринимаем? И почему один человек воспринимает в одном цвете, другой в третьем, там, третий в четвертом? То есть неизбежно, почему, понимаете, человек реально не расхаженный? На этот вопрос есть конкретный ответ. Потому что в нашу память в процессе воспитания, обучения, общения, наблюдения, размышления и личного, и общественного, и, безусловно, ограниченного опыта вкладываются какие-то определенные понятия, определенные стереотипы восприятия. И кому что вложили, тот так и реагирует на этот мир, на окружающий мир. Хорошо это или плохо. Не будем к этому пока никак относиться, а просто констатируем факт. Вот как нас воспитали, как нас научили, что нам нравилось, или что нам не нравилось, все это в памяти находит отражение, воспринимаем мы мир окружающий через призму того, что у нас там заложено. Безусловно, да? Кто-то оптимист такой, ну, немножко, да? Кто-то пессимист глубокий, кто-то пытается что-то сбалансировать, но те и другие, и третьи, они, в общем-то, не воспринимают мир таким, каков он есть. Он всегда искажен. Он всегда искажен, поскольку это штампованный, и стереотипный ответ на то, что в памяти уже присутствует, на то, что уже существует. На самом деле, вот в этом мире, в окружающем нас мире, взгляд там коммунистов, взгляды социалистов, монархистов и прочих, так сказать, политических деятелей, на одни и те же политические проблемы в корне разнятся, вызывая постоянное трение, толкование, кровопролитные схватки, войны. То есть, мир, в общем-то, воистину сходит с ума по причине того, что в сознании разных людей заложены совершенно разные индивидуальные, общественные стереотипы восприятия этого мира. Взгляды христиан, мусульман, буддистов, иудаистов и прочих на вопросах веры, тоже далеко не совпадают, далеко не совпадают, становятся причиной религиозных распроек, даже войн. Среди самих христиан, мы с вами убедились, что существует деление на католиков, православных, протестантов всех мастей и тому подобное, тоже, казалось бы, имея одинаковую платформу, можно устранить, но на самом деле всё это приводит к неустранимым разногласиям. Отношение к одним и тем же событиям, к одним и тем же фактам у представителей различных слоёв общества, у представителей различных профессий тоже разница, далеко не одинаково, далеко не тождеще. А национальные отношения, которые являются предметом постоянных споров, камнем предковений для политиков, как внутри государственных, национальных, так и в мировом масштабе, знаете, что творится каким-то, казалось, малым, несущественным вопросом, сколько всяких, так сказать, полемических происходит взрывок. Даже между близкими родственниками в одной и той же семье, не надо далеко ходить, там какой-то, брать масштаб государственной, национальной, вот, очень часто возникает трение по, казалось бы, самым незначительным поводом. Словом, за что не возьмись, возникает целый спектр надуманных проблем. Проблемы надуманные. И только потому они возникают, что мы имеем, имеем, так сказать, в памяти хранящиеся стереотипы восприятия реального мира, которые в течение нашей жизни формировались, и они, казалось бы, незыблемы, ничем, невозможно их поколебать. И попробуйте, так сказать, объединить или примирить людей столь полярными, разными взглядами это сделать невозможно, невозможно. То есть человек должен не измениться, человек должен измениться, чтобы увидеть мир действительно таким, каков он есть, а не сквозь призму своего ума, сквозь призму стереотипов заложен в нашу память. Вот это удивительная вещь, и Гришна Мурти постоянно об этом говорит. Так называемое логическое мышление, то есть приём, которым пользуется наш ум, оно способно обосновать совершенно противоположный взгляд на одну и ту же проблему. Одна и та же проблема, и можно обосновать логически совершенно противоположный взгляд. И те, и другие будут правы попробовать, то есть разобраться, кто прав, кто виноват. Не подозревая, это люди делают, что сама логика является инструментом ума всецело обоснованной информацией, которая заложена в нашу память. То есть логика, она тоже является следствием закладки в нашу память, в наш ум, таких цепочек, логических цепочек, надуманных цепочек, которые могут быть самыми разнообразными, многовариантными, и несут как бы в себе вот то опасное взрывоопасное начало при решении многих казалось бы простых и очевидных проблем. Казалось бы простых и очевидных проблем. И ум, наш ум, беспокойный ум настолько врос в процесс восприятия, врос в процесс восприятия любого явления, любой вещи в этом мире, мы даже не можем себе представить, как он будет молчать, если мы увидим там красивое, какое-то природное явление, мы заохаемся, ахаем, или что-то неприятное, как мы начинаем возмущаться и пытаться каким-то образом выказать свое отношение к этому. То есть, по сути, это происходит автоматически, по сути, это происходит. Хорошо это или плохо, констатируем это как факт, но это то, что нам мешает, безусловно, мешает увидеть реально мир таким, каков он есть. Безусловно, мешает разобраться в том, кто же мы на самом деле. На себя посмотреть неангажированным взглядом, на проблему истины, на проблему Бога, на все, так сказать, вот на шум, беспрестанно вмешиваясь во все и все, мешает нам, действительно, в ключевых вопросах понимание смысла жизни, смысла существования, поиска истины, мешает нам, действительно, получить правильный ответ. Вот это ясное осознание факта тотальной обусловленности человеческого сознания и невозможности дальнейшего существования в рамках постоянных ограничений, 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 вот то, которое заложено в нашей памяти, способно запустить в нас механизм исследования собственного сознания. Мы говорим, начиная работа на пути сознательной эволюции, мы должны все-таки разобраться, как работает наш ум, что в нем происходит вообще, откуда берутся мысли, как они приходят, что они пытаются в нас вызвать, и каким образом, каким образом нам постараться, если мы понимаем действительно, что происходит в нашем уме, ограничить эту умственную работу для того, чтобы открыться той самой силе, которая действительно даст нам возможность все-таки начать меняться в нужном направлении. И хотя сам Кришнамутти неоднократно подчеркивал, что на пути поиска истины не может быть никаких методов, он говорил, что нет никаких методов на пути поиска истины, но сам по себе механизм исследования собственного сознания, или исследование механизма собственного сознания по сути является методом наблюдения, который позволяет нам действительно начать пребывать в реальном времени. Но об этом мы с вами попозже поговорим. Этот способ, этот путь наблюдения за всем происходящим в нашем уме по сути является интегральным методом, который позволяет восстановить контакт с нисходящей эволюционной энергией, с нисходящей божественной силой. То есть наблюдая за работой и мамой присутствуем внутри того инструмента, в реальном времени присутствуем там, который и является нашим главным препятствием на пути обретения истины. То есть мы в самое, в самое, так сказать, святое святых, так сказать, попадаем на шум, который мы обожествляем, который мы считаем как венцом человеческого творения, хотя на самом деле именно в нём кроется самая главная проблема того, что мы с вами отпали от этой высшей реальности, отпали от Бога. Так вот, Кришнамут перед началом всех своих бесед, всех своих бесед, он требовал от слушателей полноты внимания. Он говорит, что должны меня слушать с полным вниманием, с полным вниманием. так вот, что же он под полнотой внимания понимает? И мы с вами говорим, что наши беседы медитативные, да, ну, надо просто слушать, вот слушать, не записывать, не пытаться что-то анализировать сказанного. Вот я стараюсь не говорить глупости, вы тоже стараетесь как бы так не показывать это самое вида, что я говорю глупости, да, как-то вот у нас с вами на паритетных началах мы просто слушаем. Вот, поэтому вот это очень важно. Так вот, полнотой внимания он понимает не эмоциональное слушание, ой, как хорошо, ой, как чудесно, ой, как правильно там говорит человек, не интеллектуальное слушание, когда вот человек пытается анализировать, что он слышал по тому вопросу, который сейчас обсуждается из других источников или где-то прочитал. То есть, спокойным должен быть ум, он должен быть неангажированным, ум должен быть открытым, открытым, что ли, каналом для стяжания вот той нисходящейся, он не говорит об этом, Кришна Мудшина, мы с вами понимаем, что ум, который всецело поглощен слушанием, он открыт для вот этого нисходящего потока, он открыт для понимания, он открыт для озарения. Куда, где понимание это у нас находится? Скорее, оно находится у нас вот в нашей истинной сущности, а потом в уме, возможно, там есть какой-то отголоска или отблеск, ментализация или словесного воспроизведения этой истины, открывается, она, безусловно, в нашей истинной сущности, в сердце, когда непосредственно идет этот поток, открывает наше духовное око, духовное зрение, духовное слушание. Так вот, кстати, да, так вот, если слушатель отдает, говорит Кришнаму, и все свое существо процесса понимания, то он полностью устраняет барьер между слушающим и говорящим. То есть, люди находятся на одной территории, они находятся как бы в реальном времени, они не отделены зазором временным друг от друга, они находятся в едином временном поле. Знаете, вот такая физика сознания, в едином времени. Если мы включаем, мы выпадаем из этого времени. Если мы просто слушаем без анализа, мы находимся в том самом времени, в том самом моменте здесь, сейчас, который и есть, момент истины, или момент откровения. Так вот, кстати, еще всецельная полнота внимания, она необходима при чтении. Если вы будете читать, вот источники серьезные, то не включая ум, не включая части полемики по поводу прочитанного, вы тоже будете иметь действительно очень ясное и четкое представление о том, что в этом источнике есть истина, и что есть ложь. То есть, вы прекрасно способны будете отделить то, что является истинным, и то, что в общем бегается на нас. Умение слушать собеседника, читать, является неотъемлемой неотъемлемой частью метода Кришнамута, если можно говорить о методе. То есть, он учит нас не выпадать из реальности, не включать ум, когда мы слушаем, когда мы читаем, когда мы смотрим, когда мы наблюдаем. Без ума, без ума, так сказать, пытаться, пытаться видеть этот мир открытыми глазами. Если мы хотим понимать то, что говорится, говорит он, нам надо рассматривать это без предубежденности, не сомневаясь или соглашаясь, а действительно слушая. То есть, ни в ту, ни в другую сторону. Никакой внутренний полемик. К тому же слушание, которое есть своего рода искусство, требует определенного состояния спокойствия мозга. Ну, спокойствие ума, правильно, да? Мозг, там происходят эти процессы биохимические, электрохимические, ну, в целом можно назвать спокойствие ему на нас это понятнее, потому что мозг это что-то такое, да? Белое, с серым и белым веществом, с клетками, да? Скорее ума нам проще это понять, да? Спокойствие ума. У большинства у нас мозг беспрерывно активен, постоянно давая отклик на вызов слова, идеи или образа. И этот постоянный процесс отклика на вызов не приносит понимания. Понимание достигается в состоянии, когда мозг спокоен. Мозг в конечном счёте инструмент, который думает, реагирует. Мозг откладывает памяти, результат накопленного опыта. Не может быть должного понимания, если этот инструмент всё время возбуждён, реагирует, сравнивает то, что говорится с тем, что уже вами накоплено. Слушание это не процесс принятия, осуждения или интерпретации, а полное всестороннее рассмотрение факта. Кстати, это было очень непонятно для многих его слушателей. Он такое прям было всегда говорил, и люди не понимали, как, в общем-то, слушать. Он достаточно сложно находил контакт с аудиторией. То есть, аудитория его плохо понимала, как надо слушать. Но, если не по нескольку раз они с ним встречались, то, наверное, там можно было таким-то образом науке это действительно познать. когда новые аудитории, когда новые слушатели у него были, там сложности безусловно возникали, они не понимали, как это слушать и не реагировать, как это слушать и не давать внутреннего отклика на то, что ты слушаешь. Для этого, для послушания правильного, мозг должен быть спокойным, но также очень живым, способным воспринимать правильно и разумно, а не эмоционально. Только тогда мы можем подходить к проблеме человеческого существования как целостному процессу. Попробуем с вами предельно внимательно, без вмешательства ума, проследить за ходом рассуждений Крестномодти, которое касается происхождения мысли, работы ума нашего, а также места разума. Вот разум он с большой буквы пишет всегда и называет это как высшим началом. Но, наверное, можно отождествить это с всеобщим сознанием или с Богом. Разум это нечто высшее. Мы должны с вами его работ понимание разума отнести к тому, что это высшее верховное начало. то, что мы называем мышлением это является физико-химическим процессом и требует для своей реализации некоторого времени. Фиксирует там энцефалограмме какие-то мысли начинают появляться, какие-то электрохимические процессы производят, значит, какое-то время требуется для того, чтобы там произошел процесс мышления. Поскольку процесс мышления имеет протяженность во времени, Кришнамоте заявляет, что мысль есть время. Как только появляется у нас с вами мысль, словесное выражение, то, по сути, это выпадение из реальности. Любая мысль нас выводит из реального момента времени и заставляет выпадать из этой самой реальности. Любая мысль это во времени протяженный процесс. Он имеет протяженность во времени. И любое движение мысли происходит во времени и разум связан со временем. Можно видеть, говорит Кришнамоте, как в политической, религиозной, психологической сфере мысль создала мир ужасающих противоречий, разобщений и рассудок, который сам является результатом этой путаницы, старается потом установить порядок в таком беспорядке. То есть мысль сама фрагментарна всегда. мысль не может охватить цел. И человеческая мысль можно придумать много. И безусловно она не является тем объективным критерием истины. Есть лишь часть может быть этой истины, либо заблуждение. И как правило жизнь человеческая стоит из разных предвзятых знаний и пониманий касаемо тех или иных вопросов и вносит путаницу путаница вообще человеческое существование. И когда мы пытаемся исправить то, что нам кажется абсолютно неправильным, то мы еще больше запутаемся тем же самым инструментом, вносящим путаницу изначально, мы пытаемся исправить то, что уже и так неистина. и по сути вся жизнь человеческая состоит из беспрестанного делания ошибок, мы их делаем, и попыток исправить теми же негодными средствами, тем же самым инструментом, который не может безошибочно работать в нашем уме. Мы более-менее можем приспособиться к этой жизни, но это не есть правильное решение многих вопросов или проблем. Кстати, проблема смирения во многом исключает возникновение вот этой путаницы. Деяние человеческое приводит к совершенно страшным последствиям. Сам принцип недеяния или принцип смиренного приятия того, что изначально ставит нас в условие, когда мы хоть глупостей изначально не делаем, хотя бы не делаем глупостей. Беспрестанная работа има, попытки исправить негодными средствами то, что само по себе негодно и тем же инструментом нашим умом и делалось, приводит к тому, что человечество всю жизнь, всю жизнь исправляет, исправляет негодными средствами и ошибками и всё более и более и более, скатываясь к логическому к логическому концу, к которому приходят все системы, которые функционируют не в реальном времени, а функционируют в прошлом или в будущем. Только совершенно слепой не способен заметить вопиющую дисгармонию окружающего мира, того, что происходит вокруг. Но никто не осмелится даже предположить, что весь этот бессмысленный порою кровавой хаос создан человеческой мыслью. Человеческая мысль создала всё то, что мы с вами пожинаем. Именно человеческая мысль, ничто иное. Никакой дьявол это не придумал, как говорят, дьяволки, бесовские силы, хотя на самом деле всё исходит именно от человека. Что человек может быть проводником этих сил, тёмных сил, это другой вопрос. Но в конце концов он последняя инстанция, которая может пресечь, пресечь то, что через него проходит такого антибожественного. Именно в руках человека прекратить вот это вахханали. Для подавляющего большинства человеческая мысль является венцом разума. Что мысль это предел, предел всего. и что именно мысль создала цивилизацию и имеет наша мысль огромные потенциальные возможности изменить нашу жизнь настоящую клостью. Так ли это? Надо в этом разобраться. В чём же могут заключаться потенциальные возможности ума, нашего ума? Есть ли у нас потенциальные возможности? Есть ли в самом уме тот резерв, который позволит найти нечто нетривиальное, нечто, позволяющее кардинально изменить природу человеческого сознания? Имеем ли мы в этом уме такое средство? Поле деятельности ума какое? Это наша память. То, что у нас есть память, мы оперируем вот этим багажом, который заложен в нашу память. Память не может содержать ничего принципиально нового. Память находится только старая. Каких, так сказать, новых вещей, новых откровений там содержаться не может. Память – это то, что там веками, тысячелетиями накапливалось человеческой историей, всякой, так сказать, учебников истории, философии, психологии, человеческого общежития. И всё это в нашей памяти в той или иной мере, у кого больше, у кого меньше, хранится. То есть, по сути, то, что человек оперирует своим умом, извлекая из памяти, это замкнутый круг. Вот к вопросу рождения новых мыслей, озарения откровений несколько позже вернёмся, конечно, вот я об этом говорит. То есть, по сути, человек живёт в том самом котле собственных мыслей, варится в этом котле, а то, что вот этот котёл человеческой мысли понаделал на земле, сегодня результат. Если мы будем опять путаться там что-то извлекать, оттуда переделывать или перекраивать старое, то никакого нового результата в человеческом общежитии и в социальном, политическом там религиозном мы с вами не получим, безусловно. Понятно? Вот круг замкнут. Вот всё исчерпано, всё повторяется, вот на каком уже витке идут повторы, повторы, повторы. То есть, исчерпал себя нашу, который ищет решение проблем в памяти, не принципиально новое решение предпринимается, а то, что уже когда-то было, то, что пытается модернизироваться, каким-то образом обновляться, но никак не превосходить вот то логическое поле мысли, которое исчерпаем, исчерпаем абсолютно. И уже исчерпало себя, и по какому, так сказать, разу, по какому кругу человечество возвращается к одним и тем же проблемам, предлагаем на каждом новом уровне развития так называемой цивилизации одни и те же решения, по сути, которые приводят к тупиковым ситуациям. Так что наше логическое мышление, каким бы острым оно ни было, и все так называемые логические манипуляции, давно избитыми мыслями, неизбежно приводятся к старым, хотя и несколько видоизменённым в иной упаковке результатом. Ничего нового, принципиально нового мы получить не можем. И работа ума, на мой взгляд, напоминает детскую игру в кубики. Знаете, вот кубики такие простые, были, сейчас сложные какие-то игру идти, тогда вот были кубики, где рисуночки надо с лошадок, собачек сложить, сколько там грани, я вся пусть 6 или 8, 8 грани, 6, вот я никак не могу запомнить, 6, да, и вот там 6 таких рисуночков нормальных можно было сложить, да, а потом абракадабру какую-то можно складывать, вот абракадабру можно складывать до бесконечности, вот наш ум только тем и занимается из этих вот фрагментов памяти складывает какую-то абракадабру, то, что надо сложить, исчерпал себя, а потом в этой абракадабре думает, что он там что-то найдёт, вот, но ещё там найти невозможно, вот примерно вот такая у меня аналогия возникает с работой нашего ума, вот эти кубики, вот, исчерпаемость поля деятельности ума или нашего рассудка, она настолько очевидна, что не требует дальнейших доказательств, вот мы с вами должны в этом попросту быть уверены, мысль, есть отклик памяти, говорит Кришна Муртик, когда работает мысль, прошлое выступает как память, как опыт, как знание, как некая возможность, действующая мысль, есть прошлое, поэтому нет нового образа жизни, прошлое живёт в настоящем, изменяя себя и настоящее, поэтому ничего нового в жизни нет, и когда что-то новое должно проявиться или случиться, необходимо отсутствие прошлого, ум не должен быть забит мыслью, он не должен забить страх, он должен быть забит чувством удовольствия, только когда ум не наполнен всем этим, новое может проявиться, и по этой причине мы говорим, что мысль должна быть неподвижна, действует только по необходимости, объективно и эффективно, либо вы живёте прошлым, либо живёте совсем иначе, вот в чём дело, но мы живём с вами безусловно в прошлом, безусловно в прошлом, и если мы пытаемся какое-то будущее прогнозировать и конструировать, оно тоже конструируется и прогнозируется из прошлого, да, потому что наше будущее это всегда прошлое, поскольку ничего нового в принципе, нового, мы не имеем в форме озарения, которое позволило нам в форме радикально изменить и своё мышление, и вообще, то есть, этот мир, и даже где-то вокруг себя что-то вот небольшое, то есть, мы всегда живём в прошлом, даже если думаем о будущем, даже если думаем о будущем, если мысли всегда являются результатом прошлых накоплений, то построенное на их основе будущее так же мало чем будет отличаться от прошлого, оно не будет принципиально новым, ошибки и несовершенства прошлого невольно проецируются в будущее, наше будущее, которое представляет всё то же неоднократно перекроенное прошлое, поэтому вся история земного человечества это история повторения одних и тех же ошибок, и говорят, что история чему-то учит, что она может чему-то научить, история действительно учит тому, что она ничему не учит, и человек пытается опять каким-то изощрёнными способами, старыми, так сказать, способами, но более изощрёнными в новых, так сказать, вариантах преодолеть вот эту свою ущербность, но ничего не получается, ничего не получается. Попытки спроектировать Будущее в поле мыслей, в поле рассуждений, они обречены на провал. Это щелетняя история человечества, яркое тому подтверждение. Ни один опыт революционного преобразования общества, сколько их было этих опытов, не увенчался успехом. Попытка изменить человеческую сущность извне, вот как изменится условие, будет меняться человек, абсолютно бесполезное занятие. Психологически, за исторически обозримый период человечество никак не изменилось. Психологически человек тот же самый варвар, эгоист, варвар, пожиратель себе подобных. Неважно на каком уровне, в семье он пожирает, или на государственном, или на масштабах земного шара. Обязательно подмять под себя человеческое эго, оно всегда, так сказать, подмять, управлять, повиновать. Кто победит, тот победит, и остальные все подчиняются. Вот такой принцип существования. То есть психологически, за исторически обозримый период человечество не изменилось ни на йоту. Само человеческое сознание представляет собой эдакую ассорти из тщеславия, из лжи, из вечной неудовлетворенности, из страданий, из страхов, сомнений, трагедии. Вот всё вот это перемешанное есть, так сказать, человеческое бытие. Если кто-то попытается вам возразить, скрасив тёмные тона светлыми или благими порывами, которые бывают, то на общем, в хоне это будут редкие порывы, достаточно. Кто-то посчитал, я не знаю, посчитать, наверное, это невозможно, но правильно сказано было, что за всю свою жизнь человек, может быть, искренне радуется неделю. Ну, за всю жизнь. Всё остальное вот в этом вот эдаком конгломерате страхов, сомнений, страданий, там, какой-то лжи, лицемерии и прочее. Вот радуется искренне, может быть, неделю за всю жизнь, сколько бы он там не прожил. Вот это, наверное, подсчитать невозможно, но это хорошо, понятно, наверное, это действительно так. Я не говорю о том, когда мы поменяли свои жизни, каждый день становится действительно радостным, поистину радостным. Теперь попробуем разобраться, в чём смысл утверждения, когда он говорит, что «наблюдающий есть наблюдаемое» или «мыслящий есть мысль». Вообще, очень сложная вещь. «Наблюдающий есть наблюдаемое». Да? Вот что это такое? Понятно или как-то слишком абстрактно? Да? Но нам и не должно быть это понятно, честно скажу, потому что мы с вами, находимся на пути реализации того, о чём он говорит. Он говорит из того состояния, которое он уже реализовал. Он говорит из состояния, которому непонятно, как оказался, он не понимает, как он в нём оказался. Но вот он уже, то, что он видит, он видит, как самого себя, что слышит, это он, это он. Всё это он. Так вот, наша с вами задача, когда мы с вами говорим о том, что встать на путь сознательной эволюции, надо, прежде всего, разобраться, что у нас происходит в уме, надо выделить наблюдателя какого-то. Какую-то наблюдающую часть в уме. То есть создать определённую дистанцию между мыслью и тем, кто за этой мыслью наблюдает. То есть, казалось бы, мы противоположное с вами делаем, мы говорим, выделяем наблюдателей. Тот смотрит, что происходит в уме. Он ещё не стал мыслью, он не стал наблюдаемым. Но на промежуточном этапе, на предварительном этапе, это очень важно. Чтобы потом вот этот наблюдатель, когда происходит духовное рождение, стал вот этим наблюдаемым. Потом, когда будет реализована эта работа. А до времени понять это не важно. Как наблюдающий, если наблюдающий. Как вы из кожи вылезете, не поймёте. Потому что это результат духовной работы. Это результат квантового скачка внутреннего, который у нас происходит. Поэтому примерить к себе вот эту фразу невозможно. Потом она становится как бы... Ты в ней оказываешься в этой ситуации. Но это позже. Вот он об этом говорит. Но он правильно говорит. Потому что если наблюдающий есть, наблюдаемый, то нет зазора мысли. Нет промежутка времени между тем процессом, который ты видишь. Между мыслью, между тем, что ты принимаешь из реального мира и даёшь ответ. Ты не выпадаешь из реального времени. Вот тогда и наступает вот состояние контакта с реальностью, с Богом. Назовите это как хотите. Тут можно название много придумать. Но что реальность – это есть Бог. Любое наше выпадение из реального времени – это отпадение от Бога. А что вызывает отпадение от Бога? Наша мысль. Мысль, потому что есть время. И не случайно сказано, что человеческий разум или отсюда. Там из рая был человек крестен, когда он выпал из реального времени, а стал рассуждать. Но это хорошо или плохо? Да правильно это было. На определённой ступени эволюционного разбития инфантильный человек в раю. Он не представлял интереса для Бога, как эволюционирующее сознание. Его надо было вывести в состояние эгоистичное, дать ему разум в качестве инструмента, чтобы он потом, накопив определённый опыт, всё-таки понял, что зря он оттуда ушёл, хотя на самом деле не зря. Такова была воля Божья. И чтобы он стал всё-таки существом, познавшим и добро, и зло. Потому что Бог – это не только то, что мы говорим, светлое начало. Это то, что в Божественной игре представляются оба полюса. Если бы не было, наверное, того, что мы называем злом, так условно говоря, то мы бы, наверное, утонули в этом добре, оно нам таким стало пресным. Если бы было одно зло, то же как жить тоже невозможно. Поэтому вот в этой Божественной игре всегда существует два полюса. Два полюса – полюс, полюс, добра и зла, и условно полюс света или полюс неведения, или полюс, мы там, как хотите, его называйте. И вот в напряжённости между этими двумя полюсами происходит огранка души человеческой, огранка Божественной души. Поэтому, если мы будем с вами серьёзно относиться к истинной цели нашего существования, у нас же много в уме таких истинных смыслов, которые мы считаем, для чего мы живём, ради чего мы живём. Просто поймём, что это Божественная игра, в которую мы должны играть по правилам, и только тогда мы получим с вами радость этого существования. Так вот, правила сейчас известны, и как играть – известно. Поэтому не ищите каких-то высоких смыслов в этой жизни. Вот самый главный смысл нашего существования – это стать на путь сознательной эволюции, дать возможность самому себе сознательно принять участие в той активной игре, которая называется Божественная эволюция. И если мы с вами принимаем там сознательное участие в качестве инструмента высшей силы, то, наверное, это и высшая радость, наверное, существование, смысл жизни только в этом. А не какие-то крошечные смыслы, которые придумывает нашу. Бессмертие – это тоже какой-то глупый смысл. А что я буду с этим бессмертием делать? Дайте мне бессмертию, а куда мне его делать? Хотя сразу кажется, да, вот бессмертия – это же хорошо. Хотя на самом деле тоже не смысл существования. Это некий этап, некий момент в этой Божественной игре, когда ты действительно перестаешь, перестаешь быть смертным. И то, что касается задач на будущее, задач на будущее уже не ограничено земным существованием. Эти задачи расширяются на каких-то планетарных, вселенских, я не знаю, масштабах. То есть расширение задач. Что там будет? Безусловно, интересно. Не надо там придумывать, а что там будет? А какая разница, что будет? Нет, мне все равно, что будет. Что будет, то будет. То есть попытка анализировать, а что там будет, когда я обрету это, что я там получу, какие там блага будут, какие там прекрасные картины. Пусть это фантасты придумывает. Нас это не должно интересовать. Это действительно абсолютно неинтересно, поскольку там будет более интересно, чем здесь, если ты поднимешь на новую ступень валют. Согласны или нет? Другие задачи, другие интересы, другое поле деятельности. Просто надоедает, что-то как бы в одной одежке ходить даже. Так вот, наблюдающий есть наблюдаемый. Это, он говорит, реальность, это когда нет разделения между мыслящим и мыслью. То есть, когда мы пребываем в реальном времени, тогда наблюдающий есть наблюдаемый. Как только эта формула начинает работать, а вообще в каждый момент, когда мы с вами действительно пребываем в реальном времени, мы и есть наблюдающие и наблюдаемые. Но поскольку мы поначалу очень часто выпадаем из этой реальности, то нам сложно действительно это понять и осознать как факт. Вот интересно, он говорит, если мы будем как можно чаще, как можно чаще обращаться в наш активный ум, смотреть и наблюдать, что там происходит, вот возникло что-то, возник какой-то факт. И он говорит, конечно, нам вот, и вот факт, ну, какая-то мысль нелепая пришла, или что-то, то, что нам не нравится, или то, что можно отнести к разряду греховных. Он говорит, не надо с этим бороться. Вообще люди привыкли со всем бороться. Ой, я какой нечистый, я какой нехороший, вот я такой-сякой. Вот, сразу моральный, как бы, аспект вступает в силу. Он говорит, а вы просто осознайте. Ну, примерно, вот так вот. Жалко тебе что-нибудь отдать. Ты себе ясно скажешь, я жадный. Жадный. Или ты боишься, что ты скажешь, да, я трус. То есть он учит своеобразного покаяния. Он говорит, вы не боритесь с своими недостатками, а осознавайте их как факты. И как только вы их осознаёте, то с каждым, так сказать, вот новым их приходом, выходом, так сказать, вот как бы наружу, вы ослабляете, ослабляете их действия. Вы потихоньку, потихоньку под корень изводите вот эти вот все ваши, казалось бы, неприятные или греховные моменты, как хотите. То есть энергия осознания, он говорит, блестящая, он говорит, а что такое энергия осознания? Если мы осознаём это, признаём это как факт, мы пребываем в реальном времени. Мы не пытаемся умом оправдаться, да, вот, да нет, я смелый, там, или всё какое-то. То есть это то, что позволяет вот это текущее мгновение, когда эта мысль вошла, впустить в нас или открыть дорогу этой силе, которая растворяет. Энергия осознания, это просто энергия той силы, которая входит в макушку нашей головы, в том же самом нашем, так сказать, активном уме, нейтрализует, нейтрализует постепенно вот эти вот формации, которые мешают нам в жизни существовать. Он говорит, не надо ни с чем бороться.